Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом лучше и легче обрезать трубу, ну, чтобы ответ, соответственно, был более-менее ровный. Ну вот, значит, для того, чтобы обрезать трубу, вот мы сейчас трубу, значит, изобразим вот таким образом. Вот у нас непосредственно, значит, труба. Вот труба. Ну вот, каким образом я пользуюсь, лично я. Для обрезания трубы при использовании болгарки диск должен находиться вот таким образом. Если взять, вот, вот, режущая кромка диска, значит, это болгарка, она не должна глубоко уходить. Вот прорезали, прорезали, ниже миллиметра полтора-два кромки. И, соответственно, следующий рез, то ли трубу поворачиваем, или, значит, болгаркой, значит, соответственно, поворачиваем. И, соответственно, тоже вот таким образом, значит, что делаем. Нельзя, ни в коем разе нельзя, значит, диск заводить вот так вот до половины, к примеру, да, до половины. Обязательно будут перекосы, будет заклинивание у него диска, может быть облом диска, ну, то есть вот этот, вот этот метод неправильный. Ну, и, соответственно, значит, при, при того, при тем, значит, мы режем трубу, можно резать, значит, первый, значит, метод без подготовки, без подготовки. Второй, значит, с подготовкой. И именно подготовка в чем планирует? Подготовка, значит, связанная с тем, значит, с тем, чтобы, значит, разметку разметили, подготовили, после этого резать. Ну, сейчас мы попробуем и один, и другой метод. Ну, первый, значит, метод без подготовки. Но для того, чтобы резать, конечно же, надо ее закрепить. Если, допустим, небольшого диаметра труба. Ну вот, кстати, вот видите труба? Видите труба? Вот неровно обрезана. Сейчас попробуем ее подровнять. Сначала с одного конца, а потом с другого конца. Ну, значит, желательно, конечно, ее уложить на какое-то ровное место, на какое-то ровное место, чтобы удобно было. Обычно бывает и на земле, значит, очень длинную трубу, очень длинную трубу, значит, соответственно, уже в тисках не зажмешь, да и тиски не всегда под рукой. Ну вот, сейчас попробуем использовать вот эти струбцины. Попробуем, что из этого получится, ну, еще будет видно. Получится, не получится, если не получится, значит, что-то другое придумаем. Ну вот, такие мы уже сейчас подтянем ее. И вот так вот закрепим. Закрепим. Ну вот она уже держится. Держится. Можно для более качественного, можно 2, 3, 4, 10. Но мы будем использовать одну. Так побыстрее будет. Побыстрее будет. Результат какой посмотрим. Сейчас мы, значит, работаем уже без разметки. Видите, вот, никакой разметки здесь нет. Значит, попробуем ровно отрезать. Вот, одеваем очки, берем болгарку. И для того, чтобы ровно разрезать, надо смотреть трес. Ну, то есть, вот взяли рез, да, и вот мы, значит, смотрим, как он идет. Но я уже говорил, что, значит, углубляться глубоко не будем. Ну, вот, конечно, это не так быстро, как хочется. И режем, при этом, значит, что делаем. Гис миллиметровый. Режет хорошо. Вот уже прорезали. Прорезали, но здесь получается где-то сантиметра 3-4 прорезали, мы не больше. После этого мы, значит, что, ее поворачиваем, чтобы она была, что, удобно нам, мы хорошо ее видели. Чуть-чуть поворачиваем. Диск, то есть, получается, край реза, который мы начали, уже мы, что, видим его. И перевернули ее. Вот она же достаточно хорошо. Видите, разметки никакой здесь нет. Разметки нет. Разметки нет. Вот это будет вот этот вариант, что многократно придется повторить. Почему? Потому что, если просто начнешь пилить на глубину диска, на глубину диска, то вероятность того, что она здесь завалится влево или вправо, очень велика. Ну, и вот, видите, я стою, чтобы мне было хорошо видно, куда идет рез. Вот таким образом. Что-то там еще с той стороны не видно, еще, куда мы добилили. Опа. Ну, уже скоро, наверное. Еще один раз, два раза, и все. Можно и рукой одной поддерживать, но это не так хорошо. Так, вот, поехали дальше. Ну, без подготовки, конечно. Возможно, возможность завалить рез. Очень хороший такой возможность, такая большая получается. Но это используется, если куда-то там столбики делаешь, где больно точность большая не нужна. Так, вот, пойдем потихоньку, не спеша. Так, вот, закрепили. Ну, вот, отрезали, отрезали. Я бы не сказал, что очень идеально, и сказал, что бы очень идеально. Ну, вот так вот, таким образом мы, значит, это дело обрезали. Если более качественно нужно, ну, можно еще обдирочным диском где-то что-то подровнять. Но уже для сварки это дело пойдет. Следующий этап, значит. Работаем, значит, с подготовкой, то есть с разметкой. Наиболее точный будет рез, наиболее хорошо. Вот, каким образом мы это дело поступаем. Можно разметку сделать труборезом. Вот, если, допустим, труба небольшого диаметра, вот, значит, берем, значит, труборез. И, вот, допустим, нам надо вот здесь вот отрезать. Отрезать. Ну, по какой-то из причин, значит, что, соответственно, нам, ну, нет необходимости, или, вернее, скорее, правильно сказать, что нужно обрезать таким образом, чтобы не было бортика. Когда вот режешь труборезом, остается здесь вмятина. Но нам она не нужна. Соответственно, можно что, разметку, опа, разметку сделать труборезом. Чуть-чуть мешает. Ну, не так, чтобы сильно. Вот. Берем вот так, раз, два, три. Так. Можно еще немножко, один разочек обернуть. Я уже сказал, что отрезать можно и что? И труборезом. Ну, по какой-то причине нам нужно обрезать, чтобы не было вот этой вмятины. Вот, вы, получается, видите, да? Вот, идеальная вмятинка. Получается, и по ней резать одно удовольствие. Очень просто, хорошо и быстро. Но, не всегда получается так, что у нас есть такие трубы, которые подходят под труборез. Мы как-то останавливались на этом, да? Труборез, вот, и мой труборез, 7 сантиметров. И вот эта труба уже достаточно больше. Вот, видите, да? Где-то 8 сантиметров. Этот труборезом не пойдет. Каким образом мы поступаем? Ну, самое лучшее, конечно, это, если есть под рукой шаблон. Ну, шаблонов, как правило, в домашних условиях нет. В домашних условиях нет. Можно поступить следующим образом. Можно, значит, что? Разметить, разметить при помощи рулетки. Берем рулеточку вот так вот. Раз. Вот так вот обгибаем ее. И берем, вот видите, да? Вот таким образом. Раз. Совместили. Вот, получается, что у нас край обреза. Вот, берем, значит, что таким образом, что намечаем. И вот, таким образом, получается у нас, что будет полоса ровного среза. Ну, здесь все понятно, в принципе. Здесь сложности нет. Вот, видите, ровненькие будет, ровная полоса получается, да? Как резать? Резать то же самое. Только проще, потому что здесь уже есть направление. Можно таким образом. Можно еще использовать, значит, лист бумаги. Ну, вот, лист бумаги у нас есть. Лист бумаги. И вот здесь мы ее сделали, сделали ее, разметили. То есть, значит, прочертили, соответственно, более-менее равное расстояние. Значит, отсюда начинали, здесь вот прочертили. Что мы делаем? Берем, значит, лист бумаги. Вот так. Раз. Сюда, значит, лист бумаги. Что и оборачиваем. Вот, обернули. Обернули. Здесь в данном случае неудачно. Ну, вот так вот сделаем, значит. Так, обернули. И нам нужно поставить таким образом, что вот эти... Вот получается, чтобы... Что? Она хорошо легла. Легла таким образом. Вот видите, вот. Чтобы расстояния были одинаковые. Ну, здесь вот целесообразно, конечно, надо было бы еще эту решетку сделать почаще. Почаще решетка, было бы лучше результат. То есть, лучше видно было бы. Ну, и так пойдет. Вот так раз. Вот так, видите, да. Вот. Уравниваем ее, хорошо укладываем. Лист бумаги сделали. Но если длинный, еще лучше, значит. Еще лучше. Вот наложили, все. Получается, значит... Соответственно, можно по этому листу бумаги, что сделать то же, что сделать разметку. Можно разметку не делать. Можно взять просто, значит, взять вот такое дело. Взять и замотать. Замотать. Но, как мы знаем, как правило, стараемся сделать лучший обрез для чего? Потому что, чтобы потом состыковать, сварить, сварить и при сварке там один миллиметр, два. Это нормально. Вот, видите. Вот. Замотали, значит, скотчем это дело. После этого дела убираем. Вот убрали. Замотали, убрали. И вот у нас получается, что... Хороший, хороший, хороший что? Обрез. То есть, где будем резать? После этого можно что? Можно ее резать. Как я уже и говорил, что лучше трубу закрепить, закрепить. Но, как вариант, как вариант, ну с этой стороны только. Вот. Как вариант, можно резать, не закрепляя. Вот, вот взяли ее, да? И болгарочки, мы поехали. Вот, вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...